Романова Любовь Ивановна Романова Любовь Ивановна Романова Любовь Ивановна Романова Любовь Ивановна Я же утверждаю, на этих 1500 участков никогда садов не будет, пока Сибири не вернете тоже это в виде заказов, то что выжило, окрепло, а плоды видели сами, что вишни, что абрикосы, абрикосный урожай даже до юга России, причины вынес, смотрите сюда, причинная кислотность почвы, холод, ну какой к черту холод под Москвой, вы холода не видели, или затянутая шейка. Наверное, это, может быть, то, что заплыла, когда поливает, шейка оказалась под уровнем земли и начала гнить, вот, это, ну это хорошая причина, холод это не причина, кислотность спорный вопрос, потому что это сильно надо разбираться, чтобы знать, что да, кислотность виновата или не виновата. Так, далее, неупомянутая, самая главная, самая главная неупомянутая, это то, от чего зависит. Там другие причины, страшно даже начинать тема, опять 46 вебинаров придется повторить, абрикосы, вот эти вот рекомендовали в короба, метр на метр, высота полметра, так. А почвы оговорки не было, заложил от щедрости души, пожирнее погуще, все рекомендации сказал на сайтах, о боже, а может заболел, т-т-т, потек, обработала, замазала, побелила, прирост, прищепнула. Вот, 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 уважаемая любовь, ну, я сколько раз говорил, вот буду ездить по стране и руки обрывать, ну, что это такое? Ну, послушали его идиотского совета, ну, выполнять-то его зачем? Чтобы отодвинуть сведение будущей весной, в Вене присыпали. Вы дерево изувечили, вы понимаете, что у него идет развитие, вдруг в Вене раз вы его покалечили. А дальше я уже сто раз рассказал, что потом, раннее просыпание этих, почек, вызревать не успевают, дерево дохнуло. Ну, понимаете, что где-то когда-то совет хороший родился в Италии, в Испании. Их июнь, это наш май, и у них в июне прищепнуть, она до этого, до декабря, когда там, помните, футбол играет зимой, это где? Не под крышей, а на зеленых газонах, в декабре, в декабрю, конечно, вызрит. А потом пошла Италия, перешла в Германию, Германия, Польша, Польша, Украина, Украина пошла, Юг России, пошло-пошло, до Сибири дошло, надо вы прищипывать, в Сибири прищипывать, на Дальнем Востоке прищипывать. И никто понятия не имеет, что он своими руками деревья убивает. Так, идем дальше. Кормлю золой, лучше бы не кормили. Хочу убрать короб, разваливается, земля села. Про короб чуть пониже, питомники прикупил, т.д. Маленьким горшке корни переплелись. Это вы такие покупали, не покупайте в маленьких горшках. Те же абрикосы, мощные деревья им. У Сергея в 7-литровых горшках, и то мало. Так, у него хотя бы дырки в горшке, и там снизу еще торчат сантиметров 10-20 через дырки. Вот, и то по этой самой. А тут какие-то горшочки. Ладно. Теперь про укрытие я ничего говорить пока не буду. Так прочтете, кому интересно. Вот смотрите, вот это я нашел в интернете. Очень добротный короб. Ну там метр на метр на полметра, а здесь чуть пошире, или поширее, да? И высота явно полметра. То есть, вот такая же рекомендация. Короб у него развалился, вот так. Этот явно понадежнее сделан, да еще с уклоном. Нахрена короб нужен? Вот, понимаете, я уж не говорю о том, что, как всегда, здесь изувечивали дерево. Ему сделали штамп, вот он. Да какой высокий, считайте метр, да? Ему этот штамп, как коровье седло, хуже. Корова с седлом еще не помрет, а здесь помрет. Вот. Здесь все не так. Вот он, это, чтобы гнила корневая шейка. Вот прививка почки, значит здесь рана. Все, все как положено. Нахрена, вот понимаете, вот что, заняться нечем. Ладно, идем дальше. Вот этот участок, я уже в который раз. Вы знаете, что на это ушло три часа. То есть, это больше картофельное поле. Его не пришлось ни пахать, ни перекапывать. Когда дерн, еще проще. Даже этого делать не надо. Терешку завез, размазал ее. Завез землю, прямо надернул, положил и все. Извините, чтобы повторять. А уж тут-то больше картофельное поле. Я вот это, не понимаю я. Ладно. Вот такие советы выполняют. Кто-то думает, что тем коробом лучше расти будет. Да быстрее сюда мороз попадет. Сюда. Потому что корни вот здесь будут, а здесь мороз со всех сторон атаковать будет. Знаете, что доски спасут от мороза? Вот. А вот это я тоже нашел свой старый снимок. Лет 15 этому снимку. Вот. Значит, удобрение было не сразу. Вот здесь сразу удобрено. Но так, чтобы тут же будет ямка выкопана. Маленькая-маленькая, ровно под корни. А вот здесь, значит, прошло, дерево подросло, заплодоносило. Только тогда было насыпано, можно и так, смотря какая земля. И, наконец, единственное, что скажу, а вы скажете, железо, а ты сделал этот самый штамп. Вот он. Да, я был дурак дураком. И не скрывай этого. Если я буду сильно умный, значит, это самое, как там философ сказал, нельзя быть сильно умным, надо быть умным в меру. Вот это в меру. Вот это дурь, от которой я со временем отказался. Особенно сейчас, когда вокруг вокруг сады были, какие сады были вокруг. Все уничтожено. Все сейчас. У последнего соседа, который, это самое, меньше всех пилил ветки нижние. И те, доживает все век. Я по своему саду с ужасом хожу. А вот это вот еще, это телевидение приезжало. Смотрите, если здесь я был дурак дураком, вот он, мой штамп. Здесь уже, я уже взялся учить других, когда уже штампа нет. Видите, как было, три этих самых почки на прививке, так три все пошли. Кто видел фильм, вот тут вот я отрезаю, вот так. Вставляю скобом земли, и я теперь вам, друзья, еще раз. Первый, второй, третий. Первый совет, вы звоните, вас, вы очарованы этими картинками. На сотне, может, один настоящий. Я не оговорился. Один, два настоящих. И вы говорите, хотите их все-таки найти, и вы говорите, звоните и говорите. Вы знаете, замечательные у вас картинки. Ну, вот тут три абрикосика всего на фотографии. А можно, это, дерево целиком сфотографировано. То есть, покажите фотографии Материна Санасада. Второй вопрос, который добивает, кто-то же вам отвечает. Отвечает он специалист, он же не зря на связи. Это на что привито. Он окончательно тонет, этот специалист. Начинает ахинею нести. Вот, потому что, откуда ему это знать? Он же перекупщик, на самом деле. Вернее, член перекупщика, перекупщицкой организации. И, наконец, задайте-ка и третий вопрос. А вы знаете, не надо говорить, что вы живете 300-500 километров, тысячу. Вы говорите, вы знаете, ой, я тут недалеко живу. Недалеко. Это ложь во спасение. Можно я к вам приеду? Возьму ведра, тазики, картонные коробки. Выберем, выкопаем. Я, я, а, и можете волшебное слово, так сказать. Я в два раза, это все равно прикол. Я вам заплачу в два раза. А если саженцы мне понравятся, я в три раза заплачу. И послушайте ответ. Хорошо, если короткие гудки. Вам ответят только по почте. Так ответили человеку, который приезжал ко мне за саженцами и сказал, я живу в Белом Яре, возле Абакана. Позвонил самому ближнему питомника воду 20 километров. И тот ему ответил, только по почте. А я хочу приехать. Субтитры сделал DimaTorzok